Всемирно упадочное время и безобразная культура, которая нас окружает, она нас склоняет как раз к тому, чтобы фиксироваться на деталях. То, что началось с эпохи постмодерна, и, собственно говоря, эта манера никуда еще не делась, доклад должен быть посвящен какому-то частному небольшому вопросу, который можно изложить, в деталях обсудить, а частью какой большой картины он является, этим вопросом никто не задает. Тимур Александрович пошел другим путем, что мне крайне симпатично. Вот как бы настойчиво пытаться вернуть манеру больших нарративов, больших теорий, это предельно правильно. Другое дело, что мы можем продолжить прояснение своих позиций в дальнейшей работе на каких-то других материалах и выяснить свои точки схождения, нерасхождение по тем или иным моментам. Скажем, то, что у нас совершенно вскользь всплыла тема экклезиологии, в таком широком смысле слова, вплоть до того, чтобы говорилось о философской экклезиологии, что бы это ни означало. Понятно, что эта тема сама по себе слишком большая, чтобы на нее пытаться говорить, хоть даже в жанре реплики, но, видимо, чрезвычайно существенная и для философского семинара. Возможно, мы когда-то ее продолжим. Но так в целом мне крайне симпатичен масштаб предложенного взгляда. И это тенденция, по-моему, очень правильная и всемирно подвижащая развитию в рамках семинара. Вот. Ну, собственно, да, не опускаясь в частности, в частности, здесь будет время, мы еще, я думаю, полудискутируем. Все, на этом, наконец, мои реплики. И, Тимон Александрович, если есть, не хотите сказать... А никто больше не хочет ничего сказать? Никто не хочет выступить, например? Ну, на самом деле, вот, возвращаясь к вопросу о методе антологии и теологии, мне почему-то вспоминается Карл Барт, который говорил о различии теологического и философского подхода. Он говорил, что, ну, вот, в вопросе об абсолюте, да, теология, она исходит из веры, то есть из постановки уже из абсолюта. А философия, она, наоборот, к этому абсолюту идет. То есть теология – это, как бы, антология сверху, а философия – это антология снизу, то есть от человека. Вот, ну, и, собственно, я вот поддерживаю тот момент, что нужно говорить именно, если говорить о методологии, то необходимо прояснить основания. Потому что, когда, ну, то есть если мы говорим о богословском подходе, то мы говорим именно об антологии сверху, то есть о том, что у нас вот есть понятие Бога уже, понятие абсолютного бытия, и мы из него исходим, то, как христианство представляет личностного Бога, да, и из этого мы уже исходим. Это как наша предпосылка в богословском подходе. А в философском подходе я не думаю, что есть такая предпосылка. Вот, и антология, она, наоборот, то есть разрабатывает, как бы, действительно логически предрабатывает эту антологию. Ну, как, тоже предпосылка, это как бы нет? Ну, я не говорю, что предпосылок совершеннен. То есть не Бога, посылка философская, дадут? Да, почему нет? Другой. Почему? Для Николая Гузанского вопрос? Николая Гузанского ответ есть. Да, есть ответ. Вариант. Но все равно, я просто хочу подчеркнуть, что богословие и философия, они, все равно, это не одно и то же. Вот. Вот, не одно и то же. И, собственно, теология и философия, они, собственно, нельзя сказать, что они из-за них и тех же предпосылок исходят. И метод абсолютно идентичен. И то, что говорится об догматическом богословии, ну, это, собственно, богословие, которое исходит вот из первоначальной предпосылки и, собственно, развивается. Ну, да, философия, я тоже, как бы, поддерживаю тот момент, что, да, философия, можно принять такую предпосылку. Но, можно ведь ее и не принимать. То есть, ну, в общем, здесь, как бы, получается, что человеку дается такая возможность порассуждать. А богословский подход, он догматичен, собственно, из-за того вот и называется, причем догматически. Да, он говорил немного вопрос о том, как философию и теологию, именно вот, о вопросе благопознания. Спасибо всем за Ваши революки. Я даже, видимо, я только сейчас так понял, наверное, что если было название в шапке семинара, у кого написано «Метод философии и метод технологии», это был ксеномик, да? Вот, и я просто, ну, скажем так, наверное, это не учел, да, что так разумеется именно это, поэтому и построил свой эквивалент таким образом. То есть, для меня антология – это, как раз, скажем так, область тех суждений, где теология, богословие, да, и философия способны встретиться, и встречаются, собственно. Вот, наверное, поэтому я так вот, ну, разнесу, да. Конечно, теология и философия – вещи разные, и основания у них разные, да, ну, начиная от классического развлечения, да, о том, что философия и основания опираются на разум, а богословие – на откровение, да, а уже дальше плюс разум, вот так вот скажем, да, можно с этого начать, да. Ну, как бы, не это я должен, ну, мне казалось, не эти вопросы, я должен был не с них начинать, хотя, может, я ошибаюсь. Вот. Соглашусь с тем, что, ну, слово «белое», по-моему, во время своего доклада сам дважды или трижды употребил, ну, наверное, это и моя вина, что я решил, я думал, как, да, как, как, ну, какие тезисы включать и на чем сосредотачиваться. Ну, вот пошел по тому пути, что мне показалось все-таки необходимым затронуть вот те тезисы, которые уже, конечно, ведут к разворачиванию, собственно, да, представления этой концепции, почему, наверное, я отвечу. Вы знаете, возможно, я не вполне, может быть, я недооцениваю, да, ну, по крайней мере, так вот, само понятие метод, да, идея поиска методологии, я ее, возможно, недооцениваю, я не считаю, что на этом нужно слишком много сосредотачиваться. Ну, не потому что так позитивно, как бы, да, к этому отношусь, это скорее, может быть, опять же, позиция в каком-то смысле, да, гегельевская, когда, да, источниство метода и антологии. Именно поэтому в каком-то смысле я сосредотачиваюсь на собственном содержании, на антологии, да, а метод, я могу сказать, ну, вот, как бы одним тезом самограничится, сказав, что человек постулирует личностное самобытие, почему? Потому что, потому что Бог ему так открылся, да, вот, собственно, и метод, да, я смотрю в абсолютное лице Бога, ну, по-моему, в смысле, и вижу и себя таковы. Вот метод, все, да, это вот, как бы, посыл, предпосылка, да, на которой дальше все не страивается, потому что, действительно, иначе удержать, да, в рамках только личностного, да, только человеческого бытия, удержать то, что самосознание, да, как начало бытия, невозможно, но это все прошли в истории философии, да, и сам же гегель первый, ну, не первый, конечно же, да, но, наверное, один из основных философов, кто дестернизировал вот этот вот опыт, да, личностный опыт, и я, ну, на мой взгляд, и дальше, в каком-то смысле, открыл вот эту дорогу. Поэтому, вот, поэтому, вместо метода в моем докладе, оно вот такое, может быть, несколько усеченное, и вам этого не хватает, значит, приношу свои, как сказать, свои сожаления, да, выражаю свое сожаление, что вот здесь где-то не оправдал. Вот так вот. То есть, еще раз, да, я, это и метод, принцип я, это и метод, и я во встрече с другим, да, это и метод, и шаг в дальнейшем рассуждении. Вот, наверное, так вот. Потом, я, прошу прощения, наверное, не смогу затронуть все вещи, которые надо было, да, вот, в наших вопросах и репликах, ну, что-то, кажется, наверное, какими-то важными моментами. Вот здесь мысль Игоря Ивановича, что нам надо бы объединиться, чтобы вот противостоять, ну, как сказать, той массе, которая нас поглощает. Массе, боюсь, что, как раз, противостояние, возможно, некоторое время невозможно, потому что все равно из массы надо кого-то выделить, да, чтобы там, вот, противостоять. Иначе, ну, нету пространства для диалога, для общения не с кем соединистись. И, ну, говорила об этом, что если кого-то выделить, то здесь можно как раз и выделить те области знания, которые используют, да, используют, эксплуатируют, они не используют, а эксплуатируют в самом худшем смысле этого слова, те понятия антологического содержания, да, и именно их мы должны защитить, вот, вот, доказав, как бы, их истинную природу, вот, а так, понимаете, а с кем, с кем, с кем можно встречаться, если по персоналям, как бы, ну, не с публицистикой же мы можем вести диалог, да, кто нас не услышит и не будет слушать, скорее всего, вот. И мне кажется, что, может быть, важнее на этом пути не бояться, как бы, заострять, да, не пытаться в силу выобрести возникающее наше общение, а здесь вот в чёткости, определённости позиции, будет та самая, твёрдость позиции, да, истинная и действительная возможность не дать себя проглотить благодаря тому, что ты твёрдость в себе заявил, да, вот, это я хотел бы прояснить, ну, а так, конечно, можно очень многие вещи прояснить. Я единственное, что чувствую потребность, как бы, меня задело, так сказать, больше всего, да, по поводу того, что же делать с нелищностным бытием, откуда оно взялось, потому что, ну, это, как бы, концептуально больше всего задевает то, о чём я говорил. Ну, боюсь, что, сейчас моё короткое слово тоже ничего не разрешит, но, по чётку, тем не менее, вот этого нелищностного бытия, его нет, да, оно отстало сейчас, да, я просто не вынужден здесь вводить концепцию грехопадения, да, вот эта дистанция личностного, да, и вот этого иного, да, нелищностного, она возникает как раз вследствие грехопадения, никакой горы, у горы, да, у реки никакого бытия для себя не существует, оно, как сказать, достраивается в человеке, и вот тогда, возможно, на этом пути, возможно, объяснение проявления нелищностного бытия, нелищностного, оно оформляется как нелищностное, как сущностное бытие, да, вследствие грехопадения, да, как бы дистанцированное до этого, например, ну, не знаю, где я за эти, сюда забрался, потому что, конечно, вопросы с этим неизвестным. Ну, тем не менее, да, спасибо. Я хотел просто задать, да, диресную дискуссию. Да, что еще мы можем сделать, кроме как диресную дискуссию. Хорошо, ну что, коллеги, как говорит Петр Михайлович, в таких случаях мы работаем уже два часа. Вот. У нас есть практических организационных два пути. Мы можем сейчас прерваться на пять минут, сходить, взять по чашке кофе и вернуться к моему сообщению и обсуждению, либо прям так в сухомятку и рвануть. Вот. Я за то, чтобы взять по кофе. Никто не хочет? Нет, ну, можно просто принести сюда чайник. И что с ним делать? Разлить по чашкам. А, значит, еще чашки. А что еще к этим чашкам? Петр, ну, просто, ну, проще дойти до стола и взять по чашке кофе и вернуться. Нет, ну, смотри, есть третий вариант. Да. Третий вариант – прерваться до следующего раза. Ну, все-таки, коллеги, вот, прошлый опыт – три часа, это много. Два часа уже, как бы, мышление притупляется. Ну, даже студентов отпускают через полтора часа, вообще-то говоря. Ну, хорошо. Ну, два часа – это одна пара. Что значит, я их отпускаю? У тебя пара закончилась, и все. Нет, ну, они упускают на десяти минуты периоды. Вот. Я думаю, как бы, ну, неэффективно нам еще доклад слушать. Мне кажется, оно просто… Ну, это будет очень невнимательно. Ну, я предлагаю… Я предлагаю… Я предлагаю… Я не забуду следующему разу, когда было неплохо, что я хотел сказать. Это никакая не проблема. Не будет ли это каким-то… Может, Игорь Николаевич, Ваш доклад? Да, я понимаю, да. Я говорю, меня это никак не утеснит. Нет, я предлагаю встретиться сам через какое-то время, более-менее проговорить через какое-то время и опять встретиться. Но все-таки два часа – это достаточно. То есть… Нет, общая стратегия, когда выдвигаются два доклада – это замечательно. Но с условием того, что если затянется дискуссия по первому, вторую сюда можно перенести. Ну, это общее рассуждение. Вот сейчас, значит, Петр Михайлович голосует за то, чтобы сейчас с миром разойтись. Вот. Я бы сдержался, потому что мне все равно. Я просто ногами буду вынужден проголосовать, у меня третий сын уже через… Да, понятно. Да, кто еще, Анастасия? Я думаю, хорошая идея перенести. Перенести. Андрей? Если есть возможность какую-то теме посвятить больше времени, я в том смысле, что перенести лучше. А, понятно, понятно. Ну, и на всякий кузик, Тима Александрович. Ваш голос уже ни на что не приняется. Но вы обязательно скажите. Нет, я, в общем-то, планирую, что… Нет, я бы тоже послушал. Я бы не рассчитывал, я бы просто делал. Я бы скорее продолжал. Можно еще продолжать? Я просто еще на это привык. Потому что семинары, конференции у нас в институте продолжаются. Три часа – это отлично, не меньше. Да, я не вижу никаких проблем. Ну, если… Ну, понятно, хорошо. Тогда, да, по практическим низменным причинам… По-разному. Нет, не по низменным. Потому что лучше, если есть возможность с темы, дальше обсуждать… Нет, они у всех разные, да. Хорошо. По разным причинам. Тогда что, тогда мы переносим, мы подумаем, спишемся, какое предложить время и место. Вот. Все. До новых встреч. Есть. Продолжение следует...